АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чехов! Драма! Павел Васильевич, а там к нам какая-то дама пришла! У сухоподами Павел Васильевич на мощь ее лицу ей сказал. Ну ее к черту! Скажи, что я занят. Павел Васильевич, она уже пять раз приходила. Говорит, очень нужно вас видеть, чуть не плачет. Ну ладно, проси ее в кабинет. Павел Васильевич, я знаю, вы меня не помните. Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина. А, чем могу быть полезен? Видите ли, Павел Васильевич, я большая поклонница вашего таланта. И всегда с удовольствием читаю ваши статьи. Не подумайте, что я льщу. Сбави Бог, я всего лишь вас даю должное. Всегда вас считаю. Знаете, Павел Васильевич, я отчасти сама не чуждо авторства. Ну, не то, чтобы я смела называть себя писательницей. Просто и моя капля меда есть в этом университете. Так, чем могу быть полезен? Видите ли, Павел Васильевич, я знаю ваш талант, ваши взгляды. И мне бы хотелось попросить у вас совета. Я тут от времени разрешилась с драмой. И мне, прежде чем отправить ее в цензуру, хотелось бы узнать ваше мнение. Павел Васильевич любил только свои статьи. Чужие же, которые ему предстояло прочесть или прослушать, производили на него впечатление пушечного жерла, направленного прямо в его физиономию. Видав титальки, он испугался и поспешил сказать. Оставьте. Я прочту. Павел Васильевич, я знаю, что вы заняты, и что вам каждая минута дорога, и что в душе вы посылаете меня к черту. Но позвольте, я прочту вам мою драму сейчас. Ну, я, конечно, очень рад. Но я сейчас занят. Мне нужно ехать. Нет, нет, Павел Васильевич, Павел Васильевич, я нахально и назойливо. Ну, будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань, и мне бы хотелось почитать вам мою драму сегодня. Павел Васильевич в душе был тряпкой и не умел отказывать. Хорошо-с. Я послушаю, полчаса я готов. Хорошо-с. Дикая страсть в ночи. Действующие лица. Анна Ветреная. Валентин Разумихин. Княжна Ольга Бузыкина. Ее сестра Ксения Бородинская. Держатель сумасшедшего дома Андрей Малахольный. Торговка салом Вера Левобережная. Студент Федор Шляпкин. Патчмейстер Воровайкин. Горничная. Лакей. Поселянин. Один. Поселянин. Два. Поселянин с лаптями. Поселянка. Один. Поселянка. Два. Поселянка. Три и четыре сестры. Бездомный. Один. Бездомный без зубов и с собакой. Черт тебя принес. Чем я виноват, что ты фраму написала? Ну почему я должен слушать твою чепуховину? Анна. Вас заел анализ. Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму, Валентин. Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувством. Я его не признаю. Анна. Валентин. Я вижу ориентир. Я верю только в это. Любовь спасет мир. Действие второе. Подождите, простите. А сколько всех действий? Пять. Действие второе. Сцена представляет собой сельскую улицу. На право школа, на лево больница. На ступенях последней сидят поселяне и поселянки. Поселянка два. Ученье спет, а не ученье тьма. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивительное дело, свина столько лет пьет, а у него до сих пор нет Катара. Как бы мне не забыть купить зубного порошка и отвезти своей жене... Держите меня! Я убил ее! Я убил ее! Я убил ее! Присяжные оправдали его! АПЛОДИСМЕНТЫ Жалобная книга! Лежит она, эта книга, специально построена для нее конторки на станции железной дороги. Ключ от конторки хранится у стационного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда... АПЛОДИСМЕНТЫ Раскрывайте книгу и читайте! Милостивый государь, роба и ра! Под этим нарисована рожица, длинным носом и рожками, а под рожицей написано... Ты картин, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя! Подъезжаю к всей станции и, глядя на природу в окно, у меня светила шляпа. Ирмонкин, приношу начальству жалобу на кондуктора Кучкина! Во его отношении к моей жене! Жена моя вовсе не шумела, а наоборот стараюсь, чтобы все было тихо! А также насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял! Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение. Конторщик самолучший! Не Кондров, социалист! Находясь под свежим впечатлением, возмутительная поступка! Зачеркнуто! Проезжая через эту станцию, я была возмущена до глубины души следующим! Зачеркнуто! В моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисующими яркими красками наши железнодорожные порядки! Далее все зачеркнуто, кроме подписи! Ученица 7 класса Курской гимнастии Александра Зудина! Сведение моего досло, что мои пациенты принимают недавно привослов зубного родца Гвалтера за меня, А потому имею цель известить, что я живу в Машкове и просу не применять меня за Гвалтера! Не он Гвалтер, а я Гвалтер! Вставляя зубья, продаю толценный мел, зацененный мною, имею самую большую вывеску! Визиты делаю в белом холстухе! Зубной врат призверинцы Винклера Гвалтер! В ожидании отхода поезда обозревал некую физиогномию начальника станции! И осталась ей весьма недовольна, обозревая все по линии неунывающей отдачницей! А я знаю, кто это писала! Это писала МД! Господа Сельсовский Шулер! В жандармах я вчера вечером с буфейчиком Костенькой за реку ездила! Всего вам лучшего! Не унывай, жандарм! Проезжаю через станцию, будучи голоден, на суждение, чтобы вы по кухне! Пост я не нашел, постной пищи, я кондук! Лоба что дают! Так как и меня прогоняются службы, будто я пьянствую, объявляю, что это все мошенники и лоры! Телеграфист Козюзев... Козюзев... Козюзев Калиамский! Катенька, я вас люблю безумно! Добродетели, украшайтесь! Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей за начальника станции Иванов-седьмой! Хоть ты и седьмой! А брак! Из дневника одной девицы тринадцатого Наконец-то, наконец-то на моей улице праздник Гляжу и не верю своим глазам Перед моими окнами взад вперед ходит высокий Статный блондин с глубокими синими глазами Усы, прелесть, ходят уже пятый день от раннего утра до поздней ночи И все на наши окна смотрят Делаю вид, что не обращая внимания Пятнадцатого Сегодня с самого утра проливной дождь А он, бедняжка, ходит В награду сделала им глазки и послала воздушный поцелуй Ответила в выражительную улыбку Кто он? Сестра Варя говорит, что он в нее влюблен И что ради нее мокнет под дождем Как она не развита! Ну, может ли блондин любить блондинку? Мама велела нам получше одеваться и сидеть у окна Может, он жулик какой-нибудь? А может, и порядочный господин, сказала она Жулик? Глупый вы, мамаша! Шестнадцатого Сестра Варя говорит, что я заел ее жизнь Виноват и я, что он любит меня, а не ее Нечаянно уронила ему на тротуар записочку О, коварчик, написал у себя мелом на рукаве После Потом ходил, ходил и написал на ворот Вы зови, не прочь, но только после Написал мелом и быстро стерк Чего у меня сердце так бьется? Восемнадцатого Сестра Варя ударила меня локтем в грудь Подлая мерзкая завистница Сегодня он остановил городового и долго говорил ему что-то, показывая на наши окна Интригу затевает Подкупает должно быть Тираны и деспоты вы, мужчины Ну как вы, хитрый и прекрасный Девятнадцатого Сегодня после долгого отсутствия Приехал ночью брат Сережи Не успел он лечь в постель, как его потребовали в квартал Двадцатого Гадина, мерзать! Оказывается, все эти двенадцать дней Он выслеживал моего брата Сережу Который растратил чьи-то деньги И скрылся Смерть чиновника В один прекрасный день Не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитрий Червяков Сидел во втором ряду кресел И глядел в бинокль на Кантервильские колокола Он глядел и чувствовал себя наверху в блаженстве Но вдруг лицо его поморщилось Глаза подкатились Дыхание остановилось Он отвел от глаз в бинокль Нагнулся и... Чихать никому нигде не возбраняется Червяков нисколько не сконпузился Утерся платочком И как вежливый человек поглядел вокруг себя Не обеспокоил он кого-нибудь своим чиханием Но тут уж пришлось сконпузиться Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел Старательно потерял свою лысину и шею платочком В старичке Червяков узнал статского генерала Брежалова Служащего по ведомству путей сообщений Я его обрызгал Подумал Червяков Извиниться надо Червяков кашлянул, подался тулачем вперед И зашептал генералу на ухо Извините, вашество Я вас обрызгал Я не нарочно Да ничего, ничего, дайте слушать В антракте Червяков подошел вновь к Брежалову И опять начал извиняться А я уже забыла, а вы все о том же Забыл А у самого ехиста в глазах Подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала Надо бы ему объяснить Что я вовсе не желал Что это за гон природы такое А ты подумаешь, что я плюнуть хотел На другой день Червяков надел новый вид смундир Постригся И пошел к генералу объясняться Ежели я осмелюсь беспокоить вас что То только из-за чувств могу сказать раскаяние Ну не нарочно сами извольте знать Да вы просто смеетесь, милость издарь Сказал генерал, скрывая за дверью Ну какие же тут насмешки Вовсе тут нет никаких насмешек Генерала понять не может Пришлось на другой день тебе объяснять Ежели я решил беспокоить вашество Вновь по этому поводу То только из-за чувств могу сказать раскаяние Не нарочно сами извольте знать Я извинялся за то, что Чихая брызнул А смеяться я не думал Смел я смеяться Ежели мы будем смеяться То никакого уважения к персонам не будет Пошел вон отсюда Сказал затрящийся генерал В животе у Червякова что-то оторвалось Ничего не видя, ничего не слыша Он попятился к двери и вышел на улицу Придя машинально домой Не снимая вид с мундира Он лег на диван И помер АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Продолжение. Продолжение следует. Продолжение следует. Степан, уважаемый... Продолжение следует. Я очень сильно волнуюсь... Да не растягивайте, мамочка. Говорите сразу, ну. Дело в том, что... Я приехал просить руки у вашей дочери, Натальи Степановны. Голубушка Иван Васильевич. Повторите еще раз, я не расслышу. Я имею честь... Голубушка, я так рад и прочее. Вот именно это уходобное. Я так рад, я давно желал. Дай бог вам обоим совет и любовь. Что же я стою, как болван. Пойду позову Наташу. Уважаемый Степан Степанович, как вы думаете, могу ли я надеяться на ее согласие? За какую-то именно красавицу надо не согласиться. Влюблена, небось, как кошка. Наташа! Ну вот ей-богу, это вы. А папа говорит, пойди, там купец с товаром шел. Здравствуйте, Иван Васильевич. Здравствуйте, уважаемая Наталья Степановна. А чего у нас так долго не были? Садитесь, пожалуйста. Завтракать будете? Нет, спасибо, я уже кушал. Ой, погода великолепная. А вчера такой дождь был, рабочие весь день ничего не делали. А я, представьте, жадничала и весь луп скосила. Теперь не рада. Сен сгниет. А что ты во франке? На, балгите, что ли? Между прочим, похорошели. Правда, что вы таким франком? Видите ли, в чем дело, уважаемая Наталья Степановна. Я решился просить вас выслушать меня. Конечно, вы удивитесь и даже насердитесь, но я... В чем дело? Я постараюсь быть краток. Вам, уважаемая Наталья Степановна, известно, что я давно уже, с самого детства, имею честь знать ваше семейство. Моя покойная тетушка и ее супруг, от которых я, как вы изволите знать, получил наследство из земли, всегда носились с глубочайшим уважением к вашему батюшке, покойной матушке. Род Ломовых и род Чубуковых всегда находились в самых дружественных, можно даже сказать, родственных отношениях. К тому же, как вы изволите знать, моя земля тесно соприкасается с вашей. Если вы изволите припомнить, мои воловья-лушки граничат с вашим березняком. Простите, пожалуйста, я вас перебью. Вы говорите, мои воловья-лушки, да разве они ваши? Моис? Нет, они наши. Нет, с моей, уважаемой Наталья Степановна. Это для меня новость. Откуда же они ваши? Как откуда? Я говорю про те воловья-лушки, что входит клин между вашим березняком и горелым болотным. Да, да, они наши. Нет, ваши, уважаемая Наталья Степановна, они мои. Ну, это положим, извините. Из бумаг это видно, уважаемая Наталья Степановна. Лужки когда-то были спорными, это правда, но теперь все знают, что они мои, и спорить тут не о чём. Видите ли, в чём дело. Бабушка моей тётушки отдала тётушке безвозмездное и бессрочное пользование крестьянам дедушки вашего батюшки за то, что они жгли для неё кирпич. Ба-ээээ... Дедуш... Крестьяне дедушки вашего батюшки пользовались землёй безвозмездно лет сорок и привыкли к ней как бы к своей. Потом же, когда вышло положение... Да всё не так, как вы рассказываете. И мой дедушка, и прадедушка считали, что их земля дохотила догорела в болото. Значит, лужки мои, чего ж тут спорить, не понимаю, даже досадно. Я вам бумаги покажу, Наталья Степановна. Нет, ну вы просто шутите или дразните меня. Сюрприз какой. Владимир землёй чуть ли не триста лет, и тут нам заявляют, что земля не наша. Нет, мне недороги эти лужки, там каких-то пять-десятины, сто-то, они рублей триста. Меня возмущает несправедливость. Говорите, что угодно, несправедливости церпять не будем. Они мои, Наталья Степановна. Они наши. Да мне не нужны эти лужки. Если угодно, то извольте, я вам их подарю. Да я их сама себе могу подарить, они мои. Нет, всё это по меньшей мере странно, Иван Васильевич. Мы до сих пор вас считали отличным соседом, хорошим другом. В прошлом году давали вам свою молотилку, и тем самым домолачивали свой хлеб аж в ноябре. А вы поступаете с нами, как с цыганами, дарите мне мою же землю. Извините, это не по-соседски, это даже дерзите, если хотите. То есть, по вашему выходит, что я узурпатор, сударыня. Никогда я чужих земель не захватывал, и обвинять меня в этом никому не позволю. Головилушки мои. Неправда, я вам докажу, сегодня же пошли туда своих косарей. Что? Сегодня же там будут мои косари. А я их шею. Не смейте. Головилушки мои, понимаете? Мои. Не кричите, пожалуйста, вы можете кричать и ругаться у себя дома, а тут попрошу держать тебя в границах. Так, если бы, Наталья Степановна, мне это страшно. Учитель, светобиение, я поговорил бы с вами иначе. Воловилушки мои. Наши. Мои. Наши. Мои. Папа! Что? Папа, скажи, пожалуйста, ему, кому принадлежат баловилушки? Нам или ему? Цыпочка, лужки наши. Да помилуйтесь, Степан Степаныч, откуда они ваши? Бабушка, мои тетушки, отдалайте лужских безвозмездно и бессрочное пользование крестьяна вашего дедушки. За то, что они жгли для нее кирпич. Потом же, когда вышло положение... Позвольте, драгоценные, вы забываете, что именно крестьяне не платили вашей бабушке и тому подобное. Потому что тогда лужки были спорными. А теперь каждая собака знает, что лужки наши. Вы, значит, плана не видели. А я вам докажу, что они мои. Не докажете. Нет, докажу! Мамочка, зачем же так кричать? Скорее, кому-то именно ничего не докажете. Уж на то пошло. Я лучше отдам лужки мужикам, чем вам. Понимаю. Какое же вы имеете право отдавать чужую, собственную? Позвольте уж мне решать, имею я право или нет. Я, молодой человек, не привык, чтобы со мной разговаривать таким тоном. Прошу разговаривать со мной без ажитации. Нет. Вы просто меня за дурака считаете и смеетесь надо мной. Это так хорошие соседи не поступают. Степан Степанович, нет, вы не сосед, нет. Нет. Вы узурпатор. Узурпатор. Что? Папа. Что вы сказали? Папа, сейчас же пошли на лужки наших косарей. Что вы сказали? Я вам докажу, судом докажу, что они мои. Судом? Можете подавать суд. Весь ваш род был кляузный, с утяжной натуры. Папа, прошу не оскорблять моего рода. В моем роду не было ни одного, кто бы находился за растратом. Как ваш дядюшка. А ваш дед пил за поем, а ваша младшая тетушка, вот именно Анастасия Михайловна, бежала за архитектором. Вот именно. Ваша мать была кривобокая. А ваш отец был картежник и обжорат. Сердце. Сердце. Где вы? И сами вот именно двуличный и кайзлый человек. И чтобы ноги вашей в моем доме не было. Подавайте в суд, мы увидим. Каков нахал? И это вот именно куриная слепота смеет брониться. И еще смеет делать предложение, а? Предложение. Какое предложение? Как же пришел делать предложение? И во фрак нарядился, сосистка этакая, сморчок. Предложение? Мне? Папа, вернуть! Кого вернуть? Папа, вернуть! Вернуть! Поехали, пожалуйста! Каникулярные работы Институтки Наденьки. По русскому языку. Пять примеров на сочетание приложений. Первое. Недавно Россия воевала за границей. Причем много было убито турков. Второе. Железная дорога шипит, везет людей. И сделана она из железа и материалов. Третье. Говядина делается из буков, коров. А баранина из овечек и баранчиков. Четвертое. Папу обошли на службе и не дали ему ордена. А он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам. Пятое. Я обожаю свою подругу Дуну Пешимори Ходяшинску за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусары Николая Спиридоныча. Б. Примеры согласования слов. Первое. Мужики живут на даче, зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно нечисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают корничных и швейца. Второе. Родители выдают девять замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом. Третье. Мальчик, почитай своих папу и маму, и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на земле. Четвертое. Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Сочинение. Как я провела каникулы. Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорышка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было много мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Природа была в великолепии. Солнце то всходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас в свои стада, и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа все лето был озабочен. Негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом. А мама все ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же и я провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец! Подлинность удостоверяет Чиханте. Оратор! Одним прекрасным днем хоронили калежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, стой распространенных в нашем отечестве, от злой жены и алкоголизма. Когда похорон на процессе двинулись от церкви к кладбищу, бывший сослужилец покойного, некто Поплавский, и сел на извозчика и подсказал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку-баладому, но уже достаточно популярному. Как известно многим, Запойкин обладает редким даром празднования экспромтом свадебной, юбилейной и похоронной речи. Он может говорить когда угодно, с просонок, натощак, в мертвецке, пьяном виде и даже в горячке. А я, братец, к тебе. Начал он, когда застал Запойкина дома. Всю же минуту собирайся и едем. Там один из наших умений, ну, скажи, чпуху на могиле. Блины будут, закуска. На извозчика получишь. Ты там разведи на могиле мантифолию под цицеронис. А уж какое спасибо получишь. Запойкин охладно согласился, вздиравшую волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу. Зная его, вашего секретаря, начал запойкинка, достил на извозчика. Пройдоха и бестия, каких в царстве небесное мало. Ребята догнали похоронную процессию. Покойника несли медленно, поэтому они успели забежать в трактир и пропустить за упокой души. На кладбище была осужена лития, а теща, жена и своячница покорные обычаю много плакали. Жена даже, когда мужа опускали яму, крикнула туда. ПУСТИТЕ МЕНЯ К НЕМУ! Но не пошла, видимо, вспомнив о пенсии. Когда все утихомирилось, Запойкин сделал шаг вперед, обвел себя глазами и начал. Незаменимая потеря! Кто? Кто заменит нам его? Хороших чиновников много, но Прокофий Осипович был единственным. Как? Как презирал он тех, кто в ущерб общественного благоустройства так старался подкупить его. Преданый своему честному долгу и добрым делам. Он был бескорыстен, неподкупен. Он даже отказался без счастья и семейного бытия. Всем известно, что до конца своих дней он был холост. А кто? Кто нам заменит его как товарища? Как сейчас? Я вижу это бритое, умиленное лицо, обращенное к нам с улыбкой. Как сейчас? Слышу этот мягкий, нежно-дружеский голос. Мир праху твоему, Прокофий Осипович. Покойся с миром, честный, благородный друженик. Запойкин продолжал, а зритель ставит шушукаться. Речь понравилась многим, выжила пару слез, но многое в ней показалось странным. Во-первых, непонятно, отчего оратор называл покойника Прокофий Осипович, в то время как того звали Кирилл Иванович. Во-вторых, всем известно, что до конца своих дней покойный боролся со своей законной женой. Стало быть, и не мог быть холост. И в-третьих, у него была кустая рыжая борода. Он отразить не брился. Вскоре нечто странное зрителям показалось и в самом ораторе. Он, беспокойно двигая плечами, обратился к Поплавскому и сказал Поплавский, Поплавский, он жив. Кто жив? Ну этот ваш Прокофий Осипович. Ну правильно, он же Кирилл Иванович. Ты же мне сам сказал, что у вас секретарь помер. Ну правильно, Прокофий Осипович был у нас секретарь, но недавно его период второе отделение стало начальником. Ты чё так запутал? Прокофий Осипович действительно стоял у памятника с умилённой бритой физиономией. Ну как же тебя? Ой, угораздило так. Смеялись шиновники, когда возвращались вместе с Запойкина с похорон. Живого... Живого человека похоронил. Нехорошо-с, молодой человек, ворчал Прокофий Осипович. В отношении живого... В отношении мёртвого ваша речь может быть и годится, но в отношении живого она одна насмешка-с. Идеальный экзамен. Очень умный учитель и очень умный ученик. Первый хидин и настойчив, второй неуязвим. Как идеальная пожарная команда приезжает за полчаса до пожара, так и у идеального ученика готовы ответы за полчаса до вопроса. Вы сейчас сказали, что Земля представляет собой шар, но вы забываете, что на ней есть глубокие овраги, высокие горы, которые мешают ей быть круглой. Они мешают ей быть круглой столько же, сколько ямочки на апельсине или прыщи на физиономию. А что такое физиономия? Физиономия. Физиономия есть зеркало души, которое так же легко разбивается, как и всякое другое зеркало. А что такое зеркало? Зеркало есть приборка, на котором женщина 10 раз в день взвешивает свое оружие. Боже мой, как вы умны. Сейчас я задам вам один вопрос. Что такое жизнь? Жизнь есть гонорар, получаемый не авторами, а их произведениями. А как велик этот гонорар? Он равен тому гонорару, который платят плохие редакции за очень плохие переводы. Кто поливает московские улицы? Дождь. Какой писатель вам больше всех нравится? Тот, который вовремя умеет поставить точку. АПЛОДИСМЕНТОМ Дочь одного европейского министра юстиции, помогавшая своему папа во всевозможных законопроектах, говорила ему, будучи 18 лет, запрети папа этим негодным женихам приставать к девушкам. Когда они понадобятся, им скажут. Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35-ти. Ранние браки отбирают у нас лучших кавалеров. 20 лет. Можно, пожалуй, папа, разрешить жениться и ранее 30-ти. Сделаешь ему ступку. Так и быть. 25 лет. Удивляюсь тебе, папа, куда девался твой административный гений? Ты словно не замечаешь, что вокруг тебя делается. Как можно скорее проектируешь штраф в размере 1500 франков с каждого холостяка ежегодно? 28 лет. Ты, папа, ну просто глуп. Разве можно так вести дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных женихов. Предпиши штраф в размере, по крайней мере, в 10 тысяч франков. Прибавь к этому два месяца тюремного заключения с лишением особенных прав и обязательств. И ты не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки. 30 лет. 100 тысяч. Наконец, 200. Год тюремного заключения. 30 горячих. А если вам не будут повиноваться, никто не мешает вам потребовать роту солдат. 35 лет. Смертная казнь через расстреляние. Умоляю, отец, неужели ты не видишь, что я? Я готова выцарапать всем глаза. Смертная казнь через расстреляние. Хотя нет. По жизни на одиночное тюремное заключение это посильнее будет. Скорей же. 40 лет. Папочка, миленький. Голубчик, сходи к министру финансов и попроси его сигновать сумму для холостяков, намерившихся жениться. Будь так добр. Сходи, милый. Запрети также, пожалуйста, молодым людям жениться на девушках, не достигших 35-40 летнего возраста. Папочка, голубчик. Голубчик. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мной, когда перестанет биться мое бедное сердце. Тебе несовестно, Бутуз. Изменял мне, делал сцены, по целыми неделями оставлял меня дома одну. Баубан! Любишь много разговаривать? Иди прочь отсюда! Сударыня, в честь имею представиться от сыновой поручика артилерии Григорий Степанович Смирнов. Прибыл к вам по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш муж, которым я имел честь, был знаком, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так, когда завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то вынужден вас просить и уплатить эти деньги сегодня же. 1200. А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Что ж, если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой разумеется, я заплачу. Но извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я прикажу платить вам что следует. К тому же, сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж. И у меня такое настроение, что я совершенно не расположу заниматься денежными делами. У меня сейчас такое настроение, что если завтра не заплачу процентов, то буду вынужден вылететь в трубу вверх ногами. У меня пишут имение. Ну что же делать, если у меня сегодня нет? Стало быть, вы не можете сегодня заплатить. Не могу. Так и запишем. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Выехал я еще вчера, чуть в свет, объездил всех своих должников. И хоть бы кто заплатил, ночевал, черт знает где, в жидовской кочмяку, водочного бочонка. Приезжай сюда в надежде получить денег. А меня угощают настроением. Как же мне не сердиться? Мне кажется, ясно сказала. Приедет приказчик, тогда и получите. На кое леши? Извините за выражение, мне сдался ваш приказчик. Милостивый государь, я не привыкла к таким выражениям и к такому странному тону. Я вас больше не слушаю. Вы не заплатите. Не могу. Хорошо. Тогда я останусь до тех пор, пока я не получу денег. Послезавтра заплатите. Отлично, я это послезавтра просижу таким вот образом. Милостивый государь, я прошу вас не кричать, здесь не конюшня. Я вас дня конюшня не спрашиваю о том, нужно мне платить завтра проценты или нет. Вы не умеете вести себя в женском обществе. Нет, я умею вести себя в женском обществе. А вот не умеете, вы грубые, невоспитанные, приличные люди, не ведут себя так с женщинами. Ой, и как же вам прикажете разговаривать с вами по-французски, что ли? Мадам, живу при, какой сегодня чудесный день. Как я, раз вы не платите мне денег, этот траур так вам к лицу. Не умно и грубо. Не умно и грубо. Сударыня, я на своем веку видал больше женщин, чем вы, воробьёв. Очень страстно, очень чёрный. У нас шёпот, робкое дыхание. За всё это, сударыня, теперь и медного гроша не дам. Я не говорю о присутствующих, но все женщины от малого до велика, суетные, мелочные, сплетницы. Ой, никого знудительно. А что касается вот этого, так любой воробей, философ, в юбке даст 10 очков вперёд. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисья, эфир, полубогиня, миллион восторгов. А заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Сударыня, вы имеете несчастье самой быть женщиной, поэтому сама знаете женскую натуру. А потому скажите мне по совести. И да, белая женщина была верна и постоянно. Нет! Верны и постоянно не только старики да уроды. Скорее вы встретите белую кошку или богатого вальшнеба, чем постоянную женщину. Извините, так кто же, по-вашему, верен и постоянен в любви? Не мужчина? Да, с мужчином. Мужчина, какая новость, мужчины верны и постоянно. Какое ли уж что-то пошло, так я вам скажу, что самым лучшим из мужчин, таких я только знала и знаю. Был мой покойный муж. Я любила его страстно, всем своим существом, таким может любить только молодая мыслящая женщина. Я отдала ему свои силы, свободу, я отдала ему свою любовь, и что же? После его смерти я нашла в его столе полный ящик любовных писем. А при жизни ужасно вспомнить, он царил моими деньгами, шутил моим чувством. И несмотря на все это, я была ему верная постоянно, более того, он умер, а я все еще ему верная постоянно. Я навеки погребла себя на замок, и до конца могилы не сниму этого траура. Траура? За кого вы меня принимаете? Точно я не знаю, для чего напяли это черное домино, и погреби себя в четырех стенах. Еще бы, это так таинственно и поэтично. Пареет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или куццепоэт, взглянет в окно и подумает. Нет, здесь живет таинственная Тамара, здесь живет таинственная Тамара, которая из любви кушу погребла себя в четырех стенах. Еще бы, знаем мы эти фокусы. Ну как вы сумеете с нами так разговаривать? Вы погреблись я в четырех стенах, однако вот не забыли напудриться. Да, да вы сумеете с нами так разговаривать. Заплатите мне денег, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, сдадите. А вот на то же, ни копеечки не получите, можете оставить меня в покое. Сударыня, я не имею удовольствия быть ни вашим женихом, ни вашим супругом. А потому, ну не устраивайте мне сцен, я этого не люблю. Вы сели? Сел. Я прошу вас уйти. Нет. Нет? Да. Извольте убираться вон. А, ну не изволите ли вы быть повежливее? Вы, грубый мужик, бурбон и монстр. Как? Что вы сказали? Я сказала, что бурбон и монстр. Вы думаете, что если вы женщина, поэтическое создание, то вы имеете право оскорблять безнаказанно, да, к барьеру стреляться? Стреляться водить? Извольте, после моего мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу сюда. С каким наслаждением я влюплю пулю в ваш медный лоб. Черт вас возьми. Я подстреляю ее, как цыпленка, подстреливаясь в принципа. Я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Однако, какова женщина вся раскраснелась и... Я влюплю пулю в ваш медный лоб. Вот это я понимаю. Женщина, настоящая женщина. Ни кислятина, ни раз мастя. О порох, огонь, ракета. Даже убивать жалко. И злость прошла удивительная женщина. Вот они, пистолеты. Только, извольте мне сначала показать, как нужно стреляться. Я прежде никогда не держала пистолета в руках. Сударыня. Понимаете ли, пистолеты бывают разных сортов. Есть специальный дуэльный пистолет с темой Мортимера с кистальтом центрального бона. А это у вас пистолеты с темой Смит и Вессон. Прекрасный пистолет. Все на таким минимум 90 рублей за пару. Держать пистолет нужно вот так. Вытяните руку, голову немножко назад. Надавливаете пальчик на эту штучку и все. Только главное правило. Стараться, чтобы не дрогнула рука. Хорошо. Здесь стреляться неудобно, пойдемте в сад. Хорошо. Только предупреждаю. Я выстрелю в воздух. Этого еще не хватало. Почему? Потому что... Ну, это мое дело. Почему? Лжете. Почему вы не хотите стреляться? Потому что... Потому что вы мне нравитесь. Я вам нравлюсь. Вы смеете говорить, что я вам нравлюсь? Стреляться! Послушайте! Вы все еще сердитесь? Я тоже чертовски сбешен, но... Понимаете ли, такого рода ситуация, собственно говоря... Ну, чем я виноват? Что вы мне нравитесь? Я... Я почти влюблен! Я... Балгрин был барьеру! Пропал, погиб! Попал в мышеловку, как мышь! Я буду стрелять! Стреляйте! Вы никогда не поймете, какое счастье умереть по взглядам этих чудных глаз. Какое счастье умереть от револейера, которым я с этим маленькие бархатные ручки. С ума сошел! Ничего не понимаю! Думайте решать сейчас! Потому что если я сейчас уйду, то мы с вами никогда не встретимся! Я дворянин, порядочный человек, имею 10 тысяч до годового дохода, могу упасть в поле в подброшенную копейку! Руку предлагаю! Да! Или нет? Не ходите! Не нужно! А, подождите! Стойте! Стойте! А, ничего! Уходите! А, подождите! Стойте! Стойте! Куда вы? А, ничего! Уходите! Какие хлебатики на этой межности! Чего вы стоите? Уходите! Влюбился! Как мальчишка! Как гимназист! Даже руку предлагал! Аж мроз от этого по коже дерет! Я люблю вас! Очень мне нужно было влюбляться! Воза-то протенды платить! Накос начался! А тут еще и вы! Никогда этого себе не прощу! Стреляться! Гвардира! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Жизнь – пренеприятная штука, но сделать ее прекрасной – очень нетрудно. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, нужно А. Уметь довольствовать настоящим. И Б. Радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. А это нетрудно. Когда у тебя в кармане загораются спички, то радуйся, неблагодаря небу, что у тебя в кармане не пороховый покрик. Если в твой палец попадает зараза, радуйся. Хорошо, что не в глаз. Если твоя сестра начинает играть гаммы, то не выходи из себя и находи себе место от радости, что ты слушаешь игру, а не войс шакалов или кошачий концерт. Радуйся, что ты не лошадь, не свинья, не медведь, не осел. Радуйся, что ты не хромой, не слепой, не холерный. Радуйся, что в данную минуту ты не видишь пред собой кредитора, не сидишь на скамье подсудимых. Если у тебя болит один зуб, то радуйся от ликования, что у тебя болят не все зубья. Когда тебя ведут в участок, то прыг от восторга и радуйся, что тебя не ведут в гиену огненную. Если тебя щекут березой, то радуйся и дрыгой ногами. Хорошо, что не щекут крапивой. И так далее. Последуй, человече, моему совету, и жизнь твоя будет состоять из сплошного ликования. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Жизнь прекрасна!